Порядка шести тысяч жителей республики с начала года стали жертвами так называемых дистанционных мошенников. И это только те люди, которые обратились с заявлением к правоохранителям. Фактическое число еще больше. О невидимых преступниках и их схемах поговорим сегодня. С заместителем директора департамента финансовой грамотности регионального финцентра Светуаны Валеевой. И с начальником отдела управления уголовного розыска МВД по республике Маратом Гузаировым. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Каждый день практически цифра меняется именно по вот этим самым сообщениям. Почему с каждым днем, даже я не скажу недели, месяцем, сообщений становится больше? Почему больше потерпевших? Люди стали больше верить? Или мошенники стали более ухищренные схемы использовать? Мошенники свою деятельность не останавливают. И получается, с каждым днем придумываются новые и новые схемы. Соответственно, наши граждане не могут подготовиться к новой схеме и опять верят, и опять деньги отправляют, получается, мошенникам. Ну, тем не менее, даже по давно уже отработанным схемам, которые из года в год повторяются, и мы, например, бабушкам говорим, вот если звонят и вот это говорят, все равно они ведь как-то умудряются уговорить. И те же самые бабушки, да, все равно отдают большие деньги. Психологический фактор, вот как раз вы затронули тему пожилых граждан, это особенно тонкая и актуальная тема, резонанс вызывает, потому что это пожилые граждане. Так вот, могу на примере, на одном... Ярком примере. Да, на ярком примере показать. Звонит мошенник бабушки. Как правило, у нас пожилые граждане живут отдельно. Стандартная классическая бабушка или дедушка, это живут отдельно в однокомнатной или двухкомнатной квартире. Их дети уже достаточно взрослые, у них есть своя работа, семья, и они живут отдельно. Это классическая семейная жизнь, можно сказать, пожилых граждан наших. Так вот, когда им осуществляется звонок на телефон, первое, что они о чем думают? Они думают о своих детях, о своих внуках, о своих сыновьях и дочерях. Да они в этот же момент стресс испытывают. Нет, они наоборот, когда им поступает звонок, у них поднимается эмоциональный фон, они ждут звонка своих детей. И первое, что они психологически произносят, это имя своего ребенка или внука, кого они ждут. И на этом самом главном факторе играют мошенники. Когда пожилой гражданин называет имя внука, допустим, Вася, это ты. И мошенник, они работают в связке, мужчина-женщина, в зависимости от того, на кого они попали. Если Васю просят, соответственно, мужской голос говорит, да, да, это я. И по голосу понимают, там, бабушка это или, допустим, надо сына сыграть или внука. Да, 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 это я. Как у тебя дела? Она, все нормально. Он говорит, у меня все плохо. Что случилось? Я попал в аварию, допустим, да. Это классическая схема сейчас, которая, она действует безотказно до сих пор. И после этого, не давая опомниться потерпевшему жертве мошенничества, вступает в разговор якобы грозный сотрудник правоохранительных органов. Ну, и там уже завязывается. И дальше уже завязывается, и на этом, вот на этой мелочи попадаются наши жители. Вот просьба такая, пользуясь случаем, то, что сейчас мы с вами об этом говорим, ни в коем случае не верьте, если вам звонят, если вы сами назвали имя, и вам кто-то там сказал, что это он представился вашим родственникам, включите критическое мышление и перезвоните сами исходящим набором на номер вашего родственника. Ну, схемы совершенно множество, не только бабушки, да, реагируют, естественно, даже и молодые, и совсем там... Трудоспособного населения очень много, я могу добавить, в этом смысле, уже давно не только бабушки, хотя, да, конечно, они доходят и до полиции, и нам особенно жалко, они в новостях появляются. Мошенникам интересно, в том числе взрослое трудоспособное население, потому что именно у него есть деньги, оно работает, на них можно оформить кредиты, так или иначе, да, какими-то ухищрениями, и они еще, скажем так, постоянно в какой-то суете. Их либо дети отвлекают, либо работа, либо что-то еще, их легче выцепить именно в этот момент какими-то схемами. Можно ли вот назвать, ну, потому что схем же множество, да, что это в том числе какая-то, может быть, финансовая безграмотность, к примеру? Ну, знаете, да, наверное, можно, но все-таки начинают не с финансовой безграмотности, начинают именно с таких психологических уловок, а дальше уже накручивают. Я хочу как раз добавить, что финансовая безграмотность — это второй момент. Первый случай, первая ситуация — это, в первую очередь, психология. Понимаете, у нас ежедневно, можно сказать, если так не соврать, жертвами мошенничества становятся достаточно образованные люди. Работники ГУПов, МУПов, государственных учреждений, банковских учреждений, налоговых органов. И, то есть, уровень финансовой грамотности не зависит, то есть не влияет на то, что попадется он мошенникам или нет. Тут скорее уровень самих мошенников, их подготовки, потому что это не просто люди, которые сидят сами и выдумывают схемы. Схемы пишутся профессионалами, профессиональными психологами. Это отдельная работа, которая, в общем-то, ведется даже за пределами Российской Федерации. Именно поэтому деньги бывает сложно достать и выловить, и поймать мошенников. Психика — это такой сложный элемент. А если, например, вот с такой точки зрения рассмотреть, очень много схем, которые уже давно известны. Например, то, что мошенники используют телефонную, как она называется, IP-телефонию. Подменную номеру вы имеете в виду. Почему это остановить-то невозможно? Потому что у нас технический прогресс идет семимильными темпами. Вот это невозможно развитие, получается, цифровизации остановить. И как мы дышим воздухом, так и вокруг этот интернет. Понимаете? IP-телефония — это как раз интернет-телефония. Понимаете? Вот и вся причина. Можно сказать, что попытки все-таки есть. Вот Роскомнадзор сейчас докладывает, что до конца года они подключат антифрот. Это как раз программа, которая подключает мобильных операторов. И там у них свои способы, которые будут запрещать подмену номеров. Если идет номер, который подменили, то он будет просто отсекаться. Пока докладывают, что до конца года собираются подключить. Посмотрим, как будет работать. Но это отсечется только какая-то часть. Понимаете? Не всегда же звонят с подмененного номера, номера банка. Некоторые, не стесняясь, просто с незнакомых номеров звонят, и люди берут трубку. То, что вы говорите, оно уже начинает действовать и, в принципе, уже работает у ряда операторов связи. То есть это уже система работает, но все равно стопроцентную гарантию обеспечить невозможно. Мы можем, да. В любом случае, мошенники будут на шаг впереди. То есть полагаться только на то, что государство что-то сделает, нельзя. Нужно стараться... Надеяться на себя, в первую очередь. Конечно, конечно. Какой ущерб с начала года уже дистанционной мошенники? Более миллиарда уже. Более миллиарда ущерб. Если в прошлом году там около миллиарда шестьсот было, то уже на данном этапе по итогам семи месяцев до восьми месяцев уже свыше миллиарда ущерб. И это только, опять же, официальная статистика, потому что далеко не все идут в полицию, потому что многим, может быть, даже стыдно в какой-то плане. Слушайте, а почему важно идти в полицию? Понятное дело, что раскрывать такие преступления крайне сложно. Но почему всегда советуют тем не менее обращаться? Во-первых, в первую очередь необходимо обращаться в полицию даже из-за того, что есть шанс все равно поймать, задержать деньги. Мы все знаем, что большинство организованных преступных групп действует из-за границы. Вот, как вы сказали, мошенников физически поймать очень проблематично. Но есть возможность остановить деньги. И у нас такие случаи регулярно происходят. Банковские системы настроены так, что сомнительные операции они блокируют. И в случае, если они блокируют, они могут заблокировать, допустим, на час, на день, на несколько дней. Но у них тоже определенно есть период. И если потерпевший не обратится в полицию, и вот эта заблокированная сумма, сомнительная, если никто за ней не пришел, она уйдет мошенникам. Мошенники примут меры для того, чтобы эту заблокировку снять со своего счета. Как правило, эти счета на подставленных лиц, то есть эта вся у них система организована. И в момент, когда потерпевший обращается, промежуток времени, который с начала преступления и заканчивая обращение, должен максимально быть коротким. Есть шансы, и у нас такие случаи положительные есть, когда значительно большие суммы мы успевали перехватить с помощью как раз же банковских работников. А если к цифрам обратиться, это какой процент? Статистику такую мы не ведем, но эти случаи есть. Ну и второй момент. Если вы не идете в полицию, и на вас был оформлен кредит, вы, получается, будете его выплачивать на тех условиях, на которых мошенники вам его оформили. То есть в любом случае нужно обращаться, конечно. И да, еще хотел бы добавить второй момент, по которому необходимо обращаться в полицию. Это, как я до этого сказал, что деньги уходят за границу мошенникам. И в связи с военно-политической ситуацией сейчас в стране и в мире, определенные финансовые средства могут уйти в поддержку незаконных вооруженных формирований и, одним словом, на сторону противника. За перевод денежных средств на сторону противника у нас также предусмотрена уголовная ответственность. Опять же, чтобы себя застраховать от претензий правоохранительных органов в будущем, когда, допустим, выяснится, что деньги с вашего счета ушли на счет заграничный. К вам будут вопросы. Почему? И почему вы сразу не обратились? Это точно. Слушайте, ну, поскольку подняли уже тему расследований, если можно, потому что это очень интересно, в общих чертах мы примерно понимаем, как раскрываются какие-то преступления, мошенничество даже, может быть, изнасилование, как это все раскрывается. А как это происходит с подобными мошенниками, которых и не видно, на которых невозможно выйти, опознать? Вы прям хотите, чтобы вам схему сейчас раскрыли, да? Да, ну, тактику расследования я в подробностях вам сказать не могу, но в общих чертах объясню, что любые действия человека, физического лица, оставляют следы, независимо от того, в интернете ты или на местности совершаешь преступления. Цифровые следы — это тоже своего рода доказательство, да, имеет доказательственное значение. Поэтому, в принципе, идем по цифровым следам. Если это у нас деньги, движение денег по счетам. Если у нас это работа в интернете, то это, соответственно, отслеживание активности определенных пользователей в сети интернет. Если это мобильная связь, то, соответственно, отслеживание мобильной связи, использование возможности операторов связи. Вот основные три кита, на которых держится расследование. И очень важный момент. Откуда у мошенников персональные данные людей? Как они утекают? Ну, мы, конечно, можем сказать только очень обтекаемо. Во-первых, что относится к персональным данным? Имя, фамилия, адрес, номер телефона мы оставляем, даже когда оформляем 5-процентную скидку в каком-нибудь магазине. Это очень несложно. Каждый раз, когда вы где-то регистрируетесь, можно предполагать, что эти данные могут утечь. Вообще специалисты по кибербезопасности предлагают людям так относиться к персональным данным. Представьте, что они уже утекли. Вот все, что вы там где-то вводили когда-то, что ваши данные уже утекли. Все, что вам нужно сейчас делать, это стараться защитить себя от того, чтобы они против вас использовались. Поэтому, если вам кто-то звонит из мошенников, называет ваше имя, фамилию, отчество, какие-то данные, в каком банке у вас там какие-то суммы, даже суммы, если он называет, это еще не значит, что он реальный сотрудник банка, они действительно могли утечь. Опять же, включаем критическое мышление. И, скорее всего, это во всех случаях, когда звонит какой-то там человек и говорит, я сослужу безопасности любого банка, такого не происходит. Сотрудники банков не звонят. Сотрудники чаще всего звонят вам предложить кредит, а все остальные вот участие в операциях по поимке мошенника, на вас оформляется кредит, перешлите его на безопасный счет. Вот это все, это все мошенники. Кстати, извините, перебью, вот на своем примере могу сказать, что, как я увидела, когда был слив данных, прям вплоть до того, какого банка, какая карта, когда эту карту доставлял курьер. Я не могу сказать, что это слил банк, например, да, но, тем не менее, карты сейчас часто доставляются дистанционно, и, возможно, это сделал курьер, например. Потому что у него тоже база достаточно большая. Чтобы вы понимали, да, есть черный рынок, вы сами, наверное, слышали, кино смотрели, есть черный рынок запрещенных товаров, вот, и персональные данные, они тоже выступают объектом купли-продажи. И есть всегда нерадивые сотрудники в любом учреждении, в любой организации, коммерческой, государственной, которые за определенную сумму готов продать персональные данные. Они везде есть. Не говоря уже о том, что мы сами их вводим на каких-то сайтах, которые специально для этого созданы, там, фишинговые сайты, аналоги сайтов. Выходит, что без нас могут на нас оформить кредит. В настоящее время эта ситуация практически не может случиться, потому что ранее, когда онлайн-кредитование только развивалось, несколько лет назад, такие случаи имели место быть. И очень часто. Но в связи с тем, что оформляли кредиты по персональным данным, даже достаточно было ранее предоставить копию паспорта своего, ну, чужого человека и оформить через интернет кредит. Микрозаймы. Если мы говорим о микрофинансовой организации, микрозаймы. Да, микрофинансовые. Там очень просто это все делается. Микрокредит, он как бы так называется, да, очень просто, упрощенная схема. Но в связи с тем, с потоком заявлений в органы МВД, получается, с незаконным оформлением микрокредитов на имя потерпевших, в результате расследований полиции выяснялось, что вот эти граждане кредиты не оформляли. И на самом деле оформило другое лицо. Выяснялось, что кто-то воспользовался вот той же копией паспорта и оформил кредит. Соответственно, микрофинансовая организация не имеет права предъявлять претензии и требовать возвращения этого долга у лица, под чьим именем оформлен кредит. Соответственно, в настоящее время микрофинансовая организация с целью избежать вот такой ситуации, получается, заставляют, допустим, фотографию паспорта предоставлять, фотографировать в различных каких-то ракурсах. Да, допустим, пишут лицу, который хочет оформить кредит, положи, пожалуйста, ручку синего цвета рядом с паспортом. Вот это уже подтверждение того, что лицо, которое оформляет кредит и оригиналы именно паспорта в цветной копии, там подтверждение, своего рода подтверждение того, что кредит можно уже выдать. Вот это еще один момент, почему вы спрашивали, если вдруг произошло хищение какое-то, почему нужно обратиться в полицию? Как раз для того, чтобы у вас было талон уведомления о том, что у вас заявление приняли, такого-то числа, когда у вас утечка данных произошла. И если на вас потом будет оформлен кредит или микрозайм, это же будет чуть позже, мошенник же это сделает чуть позже, у вас будет в качестве доказательства хотя бы этот талон, что это точно были не вы, вы уже обратились. Вот почему в полицию, конечно, нужно обращаться после такого. Что касается инвестиций, это сейчас одна из наиболее распространенных схем мошенничества. В чем схема заключается? Схема заключается в том, что любой человек хочет заработать очень много денег и приложить минимум усилий к этому. Мошенники под это тоже подстраиваются. В сети интернет очень много рекламы. И реклама достаточно профессиональная, с участием первых лиц государства. Не настоящих, конечно, подделанных. Нет, допустим, проводится где-то официальное совещание, какой-то форум экономический, где первые лица государства. Допустим, там председатель Газпрома говорит, что там Газпром достояние граждан. Все официальные трансляции. Эту часть вырезают и накладывают свою, получается, ссылку на свой поддельный сайт мошенники. Такой монтаж делают ролика. И, как вы сказали, вот здесь как раз финансовая безграмотность, она играет на руку мошенникам. Люди смотрят, ссылка видит первых лиц, которых они знают, и ссылка идет на мошеннический сайт. Он полностью совпадает с, допустим, с сайтом какого-то официального нашего официальной организации крупной, которая занимается выпуском акций. И там предложение инвестирования под бешеные проценты предлагают просто огромную прибыль. Да, огромную прибыль предлагают вложить. И начинается, опять же, с такой старой доброй уловки мошенников, которая уже, можно сказать, сотни лет уже существует, начать с малого. Заставляет вложить, допустим, средняя сумма, самая минимальная, по моему опыту, это тысяч десять. Вот. Как правило, человек думает, если я десять тысяч потеряю, ничего со мной не случится. Десять тысяч перевести, переводят десять тысяч на счет, которым указывают на сайте, допустим, мошенники. После этого, через на следующий день, якобы у них появляется финансовый личный менеджер, который заинтересован в большой прибыли для жертвы. Он, получается, на следующий день, финансовый менеджер, ему перечисляют полторы тысячи рублей. Плюсом? Якобы. Он якобы, ему говорит, мы вас зарегистрируем на сайте. Ему на телефон или на компьютер транслируются, опять же, с поддельного сайта нарисованные графики, как на фондовых биржах. Рост, идет рост, он показывает, что вы вложили десять тысяч, у вас уже вот спустя сутки, у вас уже на счете одиннадцать тысяч пятьсот. Полторы тысячи мы сейчас вам переведем в ваш доход за день. Для того, чтобы продолжить дальше работать на этой фондовой бирже, необходимо повысить свой уровень, и для этого необходимо перечислить еще дополнительную сумму денежных средств. То есть люди по такой схеме доходят до многомиллионных потерь. Что называется, торгуют якобы с плечом, начинают лезть в кредиты и так далее. Лезть в кредиты, да. И потом говорят, сейчас мы вывести не можем, потому что сейчас ограничения, там, Центробанк ввел ограничения, там, контролирующий орган. Но человек помнит, что он с десяти тысяч получил полторы тысячи, это, получается, 15% в сутки. Тут жаль, да. У нас в банке, да, у нас в банке вклад под вклад принимает, ну, в среднем где-то, я слышал, 12% годовых. Сейчас может быть чуть побольше, но тем не менее. Да, ну, примерно в этих... Суммы большие показывают. Но 15% у человека закрепилось психологически опять, и он уже все действует по указке мошенников. Этих денег он не получит. Мошенники тоже психологически играют и чувствуют, если потерпевший платит, 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 и когда просто он уже говорит, ну, все, у меня больше нет денег. Они прерывают связь и пропадают. И после этого идут в полицию. Нужно понимать, что первое правило финансовой грамотности, да, или инвестирования, чем выше доход, тем выше риск. В том числе риск вообще потерять деньги. Поэтому, если вы слышите какие-то совершенно запредельные проценты, которые вам обещают, да еще и там за то, что ничего не надо знать, и ничего не надо делать, и за вас все там разберутся, ну, надо сразу понимать, что, скорее всего, есть риск деньги потерять. Светлана, а начали уже банки работать с новой системой, законопроект уже ввели... У Госдумы подписывали. ...по возврату денег, которые были перечислены на мошеннические счета. В целом, Госдума еще только сейчас подписывает, насколько я знаю, этот законопроект, и вступит в силу, он только через год после опубликования, то есть мы не ждем этого в этом году, в начале следующего года. Поэтому, как эта схема будет дальше работать, наверное, будет правильнее говорить ближе к этому времени, чтобы граждане прямо сейчас не надеялись на то, что, да, любые ушедшие деньги могут вернуться. Вот. Есть такая система, которую начинают банки сами тестировать. Например, вот один из банков сейчас уже активно рекламирует, кажется, это как-то и называется у них, что-то вроде финансовой защиты. Они говорят о том, что мы вернем вам деньги или компенсируем потерянные деньги, если они ушли с счета в нашем банке, а мы сами пропустили этот звонок вам. Звонок мошенников, которые эти деньги вывели. Ну и там есть ряд условий, например, им нужно, чтобы и банк, и мобильная связь были от этого вот конкретного бренда. То есть вот если вот это все ужать, то банк готов вот эту экосистему каким-то образом поддерживать. В конкретном банке пока эта схема есть, а дальше давайте подождем. Надеяться только на вот эти вот защитные функции не надо. Пока надо в первую очередь надеяться на себя, да? Да. Если можно, то коротко. Можем подвести итог, например, топ-5 советов самых важных. У нас, мне кажется, один совет, да? Самый главный совет. Никогда никому не сообщайте данные своей банковской карты, данные трехзначного кода, который на обороте карты находится, а также коды из СМС-сообщений, которые вам поступают в подтверждение каких-то финансовых операций. Независимо от того, кто вам позвонил. Сотрудники полиции, ФСБ, МВД, прокуратура, госуслуг, многофункционального центра. Под любым предлогом. Как правило, это неблаговидный такой предлог, когда просят сообщить код для того, чтобы, допустим, подтвердить вашу личность. Читайте сообщение, дословно читайте. Люди очень часто видят трехзначный код из СМС-сообщений, сразу его называют первым попавшим неизвестному лицу, который вам позвонил. Это самое главное правило для того, чтобы, если вот этого правила будете следовать, вы будете защищены от мошенничества на процентов 80. Во всяком случае, дистанционного мошенничества на процентов 80 я могу гарантировать, что вы будете защищены от мошенничества. Ну, соответственно, далее это не переходить по неизвестным ссылкам, которые вам присылают неизвестные лица, потому что хакерская подготовка, она позволяет путем направления ссылки получить ваши персональные данные. Не переходите, да. Ну, не инвестируйте денежные средства в неизвестные организации. Идите в отделение любого банка и, пожалуйста, вкладывайте как положено. Вот это основные правила. Вот, а от меня тогда будет, значит, у нас три совета с вами, не один. От меня совет, положите трубку, если вам звонит сотрудник банка, сотрудник правоохранительных органов. Ни сотрудники банка, ни сотрудники правоохранительных органов не привлекают вас к операциям по расследованиям, еще каким-то вещам. Если вы чувствуете, что вам говорят, что у вас крадут деньги, что-то происходит, вы волнуетесь, положите трубку. В банк вы перезваниваете сами по номеру телефона 8 800 и так далее. Правоохранительные органы, ну, если вы очень волнуетесь за что-то, позвоните 102. Передайте, что вам якобы кто-то звонил. Но класть трубку, это самое главное, особенно для старшего поколения, которые очень воспитаны, вежливы, им тяжело это сделать. Вот это не тот случай, где надо вежливость проявлять. Просто молча положить трубку. Ну, и в том числе пенсионерам тоже надо помогать. Спасибо вам большое, это замечательное завершение программы. Я напомню, что о дистанционных мошенниках мы говорили с заместителем директора департамента финансово-грамотности регионального финцентра Светланы Валеевой и с начальником отдела управления уголовного розыска МВД по республике Маратом Гузаировым. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова